На старт! Старт 5-километрового забега по Анапе через Ореховую рощу, набережную мимо музея Горгипия. Первые на финише анапчане, воспитанники спортшколы Олимп. С помощью этого мероприятия, я думаю, поднимают дух города, который становится более спортивный. Люди видят, как мы бежим по дистанции, радуются. И тоже кто-то задумается о том, чтобы выйти на тренировку в следующий раз, побегать. Но это заражает. Здесь же дали старт забегу на 55,5 километров, который завершился в поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском. Трейл раннинг или бег по природным ландшафтам – сравнительно молодая дисциплина, которая набирает популярность как в мире, так и в России. Для подобных забегов часто выбирают пересеченную местность. Каждому участнику полагается специальный чип, обязательно с собой мобильный телефон, даже определенная сумма наличных денег. Каждый может взять в запас воды и специальной еды. Ну вот этот рассчитан на 2 литра, там где-то литра полтора у меня воды с собой. Вот такие гели с собой берем. Москвич Сергей Гусев говорит, что давно увлекается спортом. Начинал с бега и триатлона, потом увлекся трейлом. С командой занимал призовые места на региональных соревнованиях. Рекордная дистанция – 50 километров, но это было на равнине. В горной местности решил попробовать свои силы на 37 километрах. Получилась возможность взять небольшой отпуск на работе. И с женой поехали сюда, чтобы отдохнуть и пробежать. Новые места, горы, красиво будет. Трасса Анапа-Абраудерсо с видами на море и горы. Центр смена в поселке Суко. Транзитная точка для участников забега на 55,5 километров. Здесь же конечная точка 18-километровой трассы. Первым финишировал Максим Суслов из Челябинской области. Я просто поехал, поехал, девушку будет держать. Просто, ну, какой-то. Попадает себе. Она сейчас решит. А так, ну, я как бы не спланировал. До конца бились. Умница. Честный борьбе проиграл. Все супер. Спасибо большое. Соперник Максима, Ставрополец Дмитрий Погоцкий, говорит, что тоже не рассчитывал на призовое место. Саму гонку назвал интересной. Вроде бы легкая трасса, там не больше троечки. Дождя не было. Спасибо погоде опять же за это. Но последний подъем очень сильно, очень сильно убил. И вот эта галька, конечно, невозможно после подъемов и спусков по ней бежать. Так что очень ровно, очень хорошая гонка. Приедем сюда еще раз. Организаторы говорят, что такие соревнования подготовить технически непросто. Союзниками выступили муниципальные власти. Необходимо было досконально проработать маршрут. Предусмотреть варианты оказания экстренной помощи вдоль всей трассы, в точке, где дежурят волонтеры с водой, сладостями и фруктами. Итог такой совместной работы – желание организаторов вернуться сюда же в следующем году. Мы просто побегали, увидели замечательные красивые места. И замечательный климат анапский. По сравнению с другими курортами на Черном море, в Анапе воздух очень подходит для занятий спортом. Он сухой, в то время как в других курортах он более влажный. Это гораздо легче для того, чтобы тренироваться и выступать в соревнованиях. По словам Михаила Громова, время проведения соревнований выбрали не случайно. В жару такие забеги проводить просто нельзя. На продвижение в СМИ, в социальных сетях ушло около двух месяцев. За это время откликнулись более 400 участников, что, по мнению организаторов, неплохо для начала. В будущем году прогнозируют значительное увеличение числа участников, а за прохождение 50-километровой трассы уже начисляются квалификационные очки, необходимые для допуска на международные соревнования. Продолжение следует... Продолжение следует...